здравствуйте с вами снова интернет-канал максимадзе и сегодня мы продолжаем играть gta 5 interdition то есть gta 5 со снегом никто так еще наверно не делал че чем и сегодня это пятая серия чем сегодня будем делать я решил психотерапевту зайти не знаю зачем но давайте зайдем заходите майкл да спасибо доктор как вы да хорошо дела идут неплохо на самом-то деле все просто ужасно ничего похожего на неплохо не у меня было агрегируем отреагирование так чем состоит проблема да все плохо доктор очень плохо жаль это слышать расскажите я просто я у вас дерьме доктор знаете с того самого дня когда я снес с холма дом я только и дело только и дело что делаю грабли убиваю связался со старым приятелем и нашел нового напарника парнишку с такими же наклонностями как у меня понимаете боже теперь все вышло из-под контроля это не мой выбор я просто моя жизнь перестала мне принадлежать это очень похоже на отрицание майкл это весьма меня тревожит так вас возникли жестокие потребности друг мы да когда я в порядке до к иногда словно эти шеи по мне словно два разных человек и один из них мне не нравится думаю раздвоение личности меньше из ваших проблем вы страдаете от психоза док я просто хочу быть счастливым разве это плохо как насчет вас сексуальной жизни я вел себя хорошо до очень хорошо никаких проблем рад это слышать очень действительно рад продолжайте в том же док я просто сейчас сам не свой моя жизнь пошла под откос вы склонны деструктированию да не думаю док мне не особо нравится происходящее меня преследует страх насильственной смерти но почему-то все время впадают ситуации когда меня хотят убить а как же люди которых убиваете вы ну да я же не для забавы это дело уверены а что вы хотите выслушать от меня что я психопат обожающие страдания если социопат которому насрать на все правила мы ведь это уже обсуждали не так ли я не тот и другой я просто разжиревший бывший спортсмен никак не может уехать потому что карьера школьная у меня закончилась я действую спокойно только в тех случаях когда в руке у меня ствол за мою голову объявлен наград майкл вы оправдываетесь вы считаете себя неудачником я плачу вам чтобы разговаривать с вами моих проблемах я богат несчастье 10 терпеть меня не могут а жена мне изменяет я убиваю людей без всякого сожаления черт теперь типичный житель лусантоса минуточку вот кажется я начинаю прозревать это думаю нет нет знаю дело в том что я боюсь что я ну разумеется да наше время истекло уже до встречи ладно мне кажется доктора этого проблемы вообще мы и не волнует но проблема майкла в смысле сегодня мы чем будем заниматься будем встречаемся с лестером возле где вот лишь швейной фабрики насколько я понял там мы будем совершать ограбление ой но подготавливаться точнее надо деньги для мартина мадраса же где-то раздобыть а можно взять эту машину но она доктору наверно принадлежит ну фиг с ним ладно нам никто брать ее не запрещает встретимся не трогай меня ты позвонила чтобы мне это сказать это не тебе это охранник из магазина я не решалась тут возникло небольшое недоразумение помоги нам разобраться а так ты все таки меня хочешь ну ладно я еду правило одного замокает для настоящих полицейских не уж там анда тоже преступление совершает ладно поехали да теперь то я ей нужен а не тот тренер по пенису по теннису на самом то деле можно сказать это можно сказать из-за него я теперь по уши в долгах сижу однако тем однако тренер больше не появится нигде в игре так такая возможность у тебя была уже сказал уже убери руки эй остановись куда ты они еще на хвосте да 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 целых три звезды я вижу они приближаются да 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 расслабься все под контролем я застрял не волнуйся я знаю что делаю блины в какую сторону ехать они со всех сторон вообще проклятие некуда дела нет повезло полицейский свернул я не хочу в тюрьму не волнуйся не попадешь туда успокойся ты наконец уже наконец-то и что ж ты наделала интересно ладно поехали домой мальчишка Майкл, избавься от машины, ее нельзя оставлять здесь. И да. Спасибо. Так, ладно, теперь, пожалуй, можно поехать к Лестеру. Чик-чик. О, интересно, а как Симон поживает сейчас? Может заглянуть в салон, что ли? Где у него вход-то здесь? А, вот. Хотя бы на машины посмотреть. Машины-то у него тут, смотрю, прикольные. Ты спянел? Обслуживание клиентов тут отстойное. Просто взял и убежал. Ах ты, мадафака, пиза, щет. Стрелять в меня додумался? Ну, ну погоди. В таком случае тебе от меня не уйти. Я тебя избил один раз, а ты стрелять в меня решился? Че бегать-то за тобой, а? Надеюсь, больше тебя не увижу, мошенник проклятый. Бред, я, конечно, сказал. Надеюсь, что я больше тебя не увижу. Да я его и не увижу, если я убил его, бля. Я просто хотел зайти посмотреть, что у тебя там за машины прикольные. А ты начал стрелять в меня. Не. Те, кто пытается убить меня, получают ответку. Между вот миссиями добавить друзья и ограбление ювелирного, там можно зайти к Симону за Франклина или Майкла, и тот, тот попросит своих друзей стрелять в протагониста, и там можно будет убить Симона или пощадить. Вот что я сейчас и сделал. Убил. Так, Лест рассказал встретиться здесь. На следующий день. Что это за дыра? Швейная фабрика. Мне нужно было свое дело, которое не требовало бы от меня ничего, кроме уплаты налога. Эй, слушай. Что у тебя? Священный Граль. Федеральное хранилище? Они говорят, что его невозможно ограбить. Но пока еще ни разу ни у кого не получил. Послушай, я должен отдам у мексиканзу пару миллионов баксов. И я разнес в щепки дом его девчонки, так что мне тут не до шуда. Какому мексиканзу? Мартину Мадрас. О, говорят, у него скверный характер. Да, когда мы познакомились, он был весьма любезен. Ну, так что скажешь? Либо мы берем банки с глуши, либо магазин. Что убираешь? Ну, магазин обычно проще. Но мне нужно много денег. Тогда можно брать магазин драгоценностей. Пойдем, купим обручальное кольцо. А еще нам пригодится команда. Я могу позвать парочку. Но старых знакомых уже нет. Моисей, как не спешно, пришел к листу. Какие ирландские психи куда-то исчезли. Ребята с юга из всех ложей. Был один. Парень из Восточной Европы. Одно время светился в Либерти Сити, но... Он залег на дно. Так, нам нужна банда. У меня есть контакт в Лос-Антосе. Люди есть, но они не слишком надежны. Придется выцепить других парней. Ну, такой один у нас есть. Даже двое. Едем в Литерпро-2. Как там правильно называется, не знаю. Твои дружки из ФРБ знают, что ты снова в деле, да? Друзья из ФРБ? Не понял. Я тут почитала программы защиты свидетелей. Твой случай не похож на одну из них? Не на одну из них. Начнем с того, что они селят свидетелей. Особняки стоимостью нескольких миллионов. Рокпорт-Хиллз. Может, они решили, что это будет лишним прикрытием? Мало свидетелей ежемесячно приводят пятизначные суммы насчет контрактного агента ФРБ. Конечно, деньги ходят туда-сюда и отмывают разными способами. Но след ведет к одному человеку. Деньги поступают, деньги уходят. Та же сумма каждый месяц. Агент Дэйв Нортон в белый, средних лет разведен. Непримечательная карьера за исключением одного эпизода. Именно он уложил в перестрелки известного грабителя Майкла Таунн. Да, Лестер, ты меня восхищаешь. Слушай, поговорим об этом в другой раз. Вот, возьми очки. У меня все в порядке со зрением. Да, я знаю, но в этих очках строен специальный аппарат с камерой. Я буду руководить операцией с машины. А ты будешь делать то, что я скажу. Лестер дал офигенные шпионские очки. С микрофоном и камерой внутри. Ювелирный магазин, значит, подумываем ограбить. Интересно, давайте посмотрим. Так, заработаю. Ты меня слышишь? Да. Так, нам нужны фотки системы безопасности. Сигнализация, вентиляция, камеры. Так, можно фотографировать глазами. Весьма интересном месте располагается этот магазин. О, спасибо. Контроль сигнализации слева от входа, рядом с дверью. Контроль сигнализации. Вот, я вижу. Так, очки работают, фоткай. Не забывай сигнализации, вентиляционной шахты и камеры. Да, я понял. Так, это сигнализация. Теперь щелкни в воздухозаборник и одну из камер. Круто, ты сфотографировал камеру и вентиляцию. Теперь поговори с продавщицей и узнай, если что-нибудь еще. Эй, мне нужно выбрать кое-что для своей второй половинки, так называемой. Ну, то есть, для одной из них. Сэр, мы непременно для вас что-нибудь найдем. Расскажите о ней, какие у нее вкусы. Она любит дешевку. Но мы ведь не о моей жене говорим. Не знаю даже. Не хочу много тратить. Может, 10 кусков? Наши кольца стоят от 8, кулоны от 12. Хорошо. А эти штуки хорошие? Или я просто плачу за логотип? А, не, не. Наши камни идеальной чистоты. Золото. Платина. Все самое лучшее. Ладно. Вроде бы вы уговорили. Я подумаю. Немножко потом. Да. Возвращайся ко мне. Ну, все, пучком. Почти. Нужно забраться на крышу, посмотреть, где выходит наружу. Прокати нас вокруг квартала и подумай, как подняться на крышу. Так. Вот с обратной стороны есть одно место, где можно по лестнице забраться. О, вот это стройка. Раз они тут вечеринку разносят. Давайте припаркуемся в более нормальном месте. Точка прям стоит под машиной другой. Поддерживаешься, я сестра команды. После твоей смерти или исчезновения, как угодно нас ничуть теперь не связывает. Ты видел его после того случая? Я видел лестницу. Попробуй забраться по ней на крышу. Какое-то время приглядывал за ним. Должен был убедиться, что не обвиняет меня. Он отправился на север, юг, запад. Любой город, где можно разносить древесину. Где его закопали? Закопали? Ничего такого не слышат. Мне нужно знать, откуда берется воздух, который поступает в вентиляцию. Система должна... Закопали? Это он, наверное, о Треворе, спрашивает Лестера. Вертолят, вероятно, похоронили его. И ты думаешь, передоз, пуля, может, просто автомобильная катастрофа, да? О, вентиляцию нашел. Да, я вижу твою карт... Я твою картинку-то не вижу. Я достал снимок со спутника. Сделай снимок, короче, с самой высокой точки здесь. Фух, вот здесь, да? Снимок прошел с вентиляцией на крыше, ты разобрался. Так, сойдет. Возвращайся, пока тебя никто не увидит. Будет сделано. Давай, спускайся. Так, сматываемся, пока нас никто не увидел. Да куда ты лезешь-то? Назад. Еще немного, ты все дело провалишь. Да-да-да-да-да, не провалю. Все в порядке. Я уже здесь. Вот, забирай свои очки. Возвращаемся в нашу иную фабрику. Я уже звонил им и сказал, что они начали... Чтобы они начали готовиться. У тебя есть люди какие-то, да? Ну ладно. Что удалось заметить? Ну, никаких особых препятствий. Вроде простой набор камеры передают. А на иноулин. Сервер их можно вырубить на расстоянии. Охранник у двери не станет рисковать головой из-за богатых вырыбок. Хорошо, сигнализация подключена к дверному замку. Если ее камни-то взломают, у нас будет достаточно времени. Что еще? Ценные товары хранятся под стеклом. Я начал бы оттуда. Стекло не бронированное. Это значит, его легко разбить. Хотя на ночь их запирают в сейф. Значит, придется днем брать? Да, верно. После переплавки золоты прибыль будет верной. Да. Вентиляция у них больно хороша. Можно попробовать, кстати, по-другому. Вернемся, расскажу. Насчет команды, да. Меня тут выручил один парнишка, может его взять. Я не работаю с любителем. Он не любитель. Или любитель, но весьма одаренный, почти профи. Он отличный парень. Ну, если головой ответишь, посмотрим. Приехали. Ох, господи. Вот фотографии. Мои сотрудники работать умеют. Так, давай-ка я их разложу. Приятно видеть, что твои методы не изменились. Ну, это как надо понять, что мы делаем. Все группы, роли, подготовка. Не хочу оставлять улики на жестком диске. Так что методы не изменились. Это признак профессионализма. Что ж, зато я могу представить все варианты. И расклад сил по разуме ула. В этом я профессионал. А принятие решений... Это твоя работа, друг мой. Итак. Я вижу два способа сделать это. Элегантный или тупой и шумный. Помнишь вентиляционный шахт? Если мы будем умными, то закачаем усыпляющий газ, и затем вы очистите помещение от золота. Но газ придется раздобыть. Ваше прикрытие службы дезинфекции. Можете ходить в масках, даже ухом никто не заметит. Но вам придется раздобыть специальный фургон. Если выберешь другой способ, то понадобятся твои знаменитые 4 винтовки. Мы не сможем их купить, если искать, что их отследят. Все очень заковырится. Именно оружие это предпочитает спецназ ЛСПД. Поэтому придется полискать его в полицейских фургонах. Хакер отключит видеокамеры деятельности. Да, отключение зависит от... Того, какой хакер. Время выключения тревоги зависит как раз таки от него. С радио и отхода в целом совпадает для обоих вариантов. Выбранный тобой водитель, конечно, раздобудет несколько байков. А вы выходите из здания и уезжаете по тоннелю метро, который там копают туннель. Вы отрываетесь от копов и встречаетесь с грузовиком. Ладно. Обход обеспечит мой пацан Франк. Но если ты не за него не вручаешься, я готов рискнуть. Что у тебя на уме? Вламываемся через главный ход или есть идея получше? Короче. Вот. Как я вот говорил, что это будет не только прохождение со снега. Те варианты ограбления, где нужно выбрать один из вариантов, мы будем выбирать другие варианты. В первом прохождении мы выбирали те варианты, которые мне понравятся. В этом прохождении я буду выбирать другие. В первом прохождении я выбирал умный вариант. В этот раз выбираем громкий вариант. Да, все-таки ты рвешься в бой. Для горбатого могила. Хе, помогает. Выбирай подельников с учетом тактики. Теперь водитель. Он отвечает за байки и прохождение тоннеля. Я таких чуваков не знаю, но давайте возьмем самого опытного. Эдди Толл. Ты можешь на него рассчитывать, и он вытащит в любом случае чего. Пушки. Если станет слишком жарко, ствол исправит положение. Макрири, он был членом знаменитой банды грабителей из Либертизиди, как Тессин Вир. Паки Макрири, его-то мы с вами и возьмем тогда. Он мне нравится. Так, хакер, наше дело с нами пойдет. Чем лучше сработает, тем больше у нас будет времени. У нас есть два варианта. Давайте самый опытный. Женский подход давайте возьмем. Харис. Хороша, женский подход. Найдет все черные ходы. Ну что, договорились? Начинаю подготовку. Вариант громкий, да. Ладно, я выясню, как собрать и вооружить команду. Буду на связи. Ах, да. Хорошо, хорошо. Вызову тебя, когда все будет готово. Тебе нужно преподнести идею команды. Эм, что? Моя репутация уже не котируется. Майкл, ты же мертвец. Я тебе позвоню. Да. Громкий вариант, конечно, тупой вариант, но я обещал, что буду выбирать другие варианты. Оу, блин. Зачем я так прыгнул? Фух, жесть. Эй, как дела? Привет, это я, Майкл. Что стряслось? Слушай, мне нужны деньги, чтобы заплатить за дом, который мы разнесли. И я набираю людей, для сам знаешь чего. Денег будет мало, но дело будет рискованное. Зато ты сможешь кое-чему научиться. Да, это самое не лучшее приложение сработано моей памяти. Но с чего же тогда еще начинать? Вот именно. Может, когда-нибудь ты сам будешь предлагать новичкам работу? В общем, мне надо все как следует подготовить. Так что пока подожди. Мой приятель Лестом свяжется с тобой. И расскажет, что к чему. Короче говоря, всех выбрав, что сейчас есть, это Майкл. Пожалуй, к нему домой мы сейчас и поедем. Раз других вариантов пока нет. Ладно. Чик-чик. Так, почти доехали. Я ищу снаряжение для нашего визита в ювелирный. Это занимает некоторое время. Почему тебе не провести остаток отпуска вместе с семьей? А, так вы сами без меня что ли вас добудете? Так, безживая торговля, магазины всякие. Короче, все остальное, на которое мы подписаны, уведомления приходят. На следующий день. Чипсы. Обожаю чипсы. Как и Майкл. Чувак, у тебя дома вообще есть? Член Гейма. Радитов, ты рождаешься. Сборим, ты очень любишь это делать. Только тайком это делаешь. Ой, господи. Че он там делает опять? Черт возьми, а? Эй, Джимми! Ты опять это делаешь? Че ты делаешь? Ничего, правда? А ты любишь типа гермафродит и все такое, да? Твали, че? Посмотри шоу по ящику. Позырь там, еще что-то, только отвали. Ну, ты ленивая тварь, конечно. Какого фига, блин? Ты как ты мог? Это же мой телек. Не смей так разговаривать со мной, таким тоном. Моя мама была права. Ты по-другому не умеешь ничего делать. Ну ты и козел. Да? Ну так сделай что-нибудь, давай. Не стой тут как истукан. Давай, ударь меня. Ты че, этого хочешь, чтобы я тебя ударил как собственный зим? Да. Нет. Я просто хочу, чтобы ты что-то делал, а не только сидел на жопе. И жрал. Ну клево. Спасибо за урок. Он для меня так много значит. Эй, постой. Я просто хочу помочь себе. Да, что может быть лучше свидетельством любви, чем разбитый телек? Ничего. Прости. Я просто хочу, чтобы мы с тобой что-то делали вместе. Да, и что же? Не знаю. Ну там гуляли, в мяч играли. Знаешь, у меня проблемы с железом. Ну, на великах покататься. На великах? Ты хочешь кататься на великах? Ну, поехали кататься на твоих сраных великах. Да. Сбивать телек, это, конечно, лишнее было, но... Но сидеть вечно за телеком вот так, это не совсем правильно. Хотя я на самом-то деле тоже так делаю все время. День так хорошо начинался, и тут ты пришел, да? Ну, ты бы еще спасибо сказал, что после той потеи с яхтой все с тобой в порядке. А че такого, если ты сценируешь свою смерть и начинаешь с чистого листа? Я поглубляюсь в эту мерзоту слушать. Переключаем станцию. Да? Фу, господи. Ладно. Где этот пляж? Довольно далековато я это обрежу. Чик-чик. Да, вот это я понимаю, родительское воспитание детей. Разбить телек стулом вообще. Хренакнуть как со всей силы. Вот это я вообще понимаю. Жестоко. Вот и контора, где можно взять велики на прокат. Два велосипеда. Я возьму зелененький. Быстрее доеду до конца пирса, то ты мне купишь новый телек. Ладно? Да. Может быть. Только... Только, скорее всего, до конца пирса. Но если ты проиграешь, тебе придется изменить свою жизнь. Только, скорее всего, он приедет быстрее меня, потому что... Он гораздо быстрее меня ездит. Он быстрее меня едет, мне кажется. Да. Хотя, фиг его знает. Но мне кажется... Я обычно... Меня обычно всегда Джимми обгонял. Да, вот когда от третьего лица играешь, кажется, что ты едешь медленно. А вот когда от первого лица, кажется, что ты довольно быстро едешь. Но от третьего лица так не кажется. Почему-то. Я не знаю. Легкий сейчас лоб тут. Но одно того стоило, наверное. Да, тебе бы похудеть не помешало. В принципе-то, я думаю... А может быть, я смогу обогнать... А может быть, я смогу... Победить его в гонке, так сказать, в этой. Он отстал уже от меня довольно сильно. Блин, странно. Обычно он всегда меня обгонял. Может, я, конечно, что-то делаю не так. Делал. Угу, бургер. Ой. Нет, обгоняет. Обгоняет. Не надо меня обгонять. Не надо меня обгонять. Тебе больно, да? Купить тебе ящик. Легкий у тебя лопнуть. Ничего у тебя не лопнет, зато ты похудеешь немного. Главное, не победа, а участие. Да, это правильно, абсолютно. Главное, чтобы было весело. То же самое я говорил в видео, где мы жрали бургеры. Чего-то врачу. О, отлично, я победил. Ты умеешь проигрывать. Кажется, телевизор ты купишь на свои. Ой, пап, знаешь, это здорово. Типа общаться, все такое. Да, да, я старался. Мы весело в правовое время, да? Нифига ты не смыслишь в том, что такое весело. Да ладно. Ну, у тебя Криси среднего возраста. Я должен тебя утешать. Почему ты к Тресси никогда так не цепляешься? Потому что Тресси не покупает машины непосредством. Из-за ее громилы в дом, который приходит. Тресси никто не похищает. Но это все потому, что она слишком занята, лишь бы попасть в телек. Не смей так говорить к сестре. Извини, конечно, но это правда. Судя по ее странице в Life Invader, она сейчас сегодня тусуется с какими-то продюсерами из спорной индустрии. Ты о чем? Вон, они, в общем, на той яхте сейчас. Что? На яхте по сравнению с той, которая твоя, просто старая корыта. На одной из тех роскошных яхт, где молодые, впечатлительные девки вообще ничего не стесняются. Вот почему мы сюда, видимо, приехали, разве не так, да? Баб, постой! Эй, ты че? Че ты подвисла-то? Да, с такой высоты-то и разбиться можно. Хотя это не сильно-то высокая высота. Нет, с такой высоты, может, и не разобьешься. Ну, высота... Немалая, так сказать. Да, можно нырнуть и подводный мир посмотреть. Плавание повышает уровень выносливости, да, я знаю. Фу, господи. Так, давайте нырнем и подкрадемся к этой яхте поближе. Да, неужто Трейси хочет стать знаменитостью, даже если в порноиндустрию записаться. Вот. Я тоже бы хотел так сделать, но... Вот в такое записываться я бы никогда в жизни бы не стал. Закончилось в минус-ливудии. Благодарю. Это было здорово, знаешь свое дело. Я танцовщица, да? Эй! Эй, эй, полегче! Идем, дорогая, я заберу тебя отсюда. Эй, пап, ты позоришь меня? Это же мои друзья. Да, старик, ты ее позоришь. Они тут порноху снимают, да? Да, везде ее снимают. В прошлом летом даже сдала наш дом подать. Что? У меня от нас... Пасад подных адрес. А, ну, все, пошли. Думаешь, я занимаюсь всем? Эй, 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 что за дела? Он нравится мне. Ты такой козел. Пошли быстро. Пап, ты дебил, эти люди не шутят. Я тоже не шучу. Он забрал девку нашу. Быстро за ним, блин. Я с вас шкуру сдеру. Вы, гады. Быстро. За ними. Ах, вы. Это моя дочь. Я имею право делать... Забирать с таких заведений, как у вас. А вы... Совсем обалдели. Ты убил его. Ты их убил? Блин, это быть не может. Успокойся, я сделал то, что должен был сделать. Сейчас отведу тебя к брату. Я соучастец убийцы. Убийство. Вот он, Джимми. Блин, наеду. Ах ты, будак обдолбанный. А это нет, это он, сраный ублюдок. Он расхреначил мой телик. И потащил меня на пляж. Ты отправил мой день поганить его. Нет, я не знал, что он за тобой попрется. Просто сказал, где ты? У него такой бешеный взгляд был. Иногда такое бывает. Я вас отвезу домой. Ты угробил мою жизнь. Да, не смогла записаться в такое неприличное заведение. Угробил жизнь. Господи, неудивительно, что у Майкла семья в жопе полной. Фу, блин. Ладно, на этом стоит закончить, наверное. Можно принять участие в триатлоне. Да, я вижу. Так, вот что-то я пока не замечаю никаких этих. А, Лестер что-то прислал. Я на полицейской волне Лос-Антеса. Пал мне на авеню. Направляется штурмовая группа. Перехвати и угони грузовик и пригони его на фабрику. Отлично, отлично. Полицейское снаряжение надо будет раздобыть. Ладно, этим мы займемся в следующей серии. На этом закончим. С вас лайков, подписывай мне эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok